Любой человек, кто когда-либо был в Турции, так или иначе сталкивается с такой фигурой, как Мустафа Кемаль Ататюрк. Его лицо повсюду. Памятники на улицах и площадях городов, портреты в школах, университетах и государственных учреждениях, и на денежных купюрах. И даже в регионах на границе Сирии и Ираком есть его памятники. Чаще всего он представляется символом борьбы с империалистами, тем, кто воодушевел народ сплотиться и бороться за свою независимость. Насколько же это представление соответствует действительности? Мустафа Кемаль Ататюрк – это личность, которую почитают миллионы людей, хотя этот человек сыграл ключевую роль в конфликтах, существующих по сей день. Многие проблемы исламского мира были инициированы по его вине. Ататюрк – это тот, кто упразднил халифат в 1924 году, существовавший на протяжении 13 столетий еще со времен правления праведных халифов. Несмотря на то, что мусульмане имели внутренние конфликты, как и любые другие общества, в большей степени они управлялись по исламскому праву. Раскрывая тему об Ататюрке, мы придем к сознанию того, что он был врагом Аллаха и его посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. В Священном Коране Аллах рассказывает нам о фараоне, Немруде и других тиранах, чтобы предупредить нас о тех, кто придет им на смену. Итак, мы переходим к разбору личности Ататюрка и его злодеяний. Законодательство Турции запрещает критику Ататюрка, что сильно препятствует разоблачению его личности. Согласно статье 58.16 Уголовного кодекса, гражданам Турецкой республики запрещается оскорбление памяти личности Ататюрка и наказуемо вплоть до тюремного заключения до трех лет. Считается, что Ататюрк принадлежал тайной организации Дюньме, корнями вышедшего из Саббатианства, некого направления в иудаизме. Организация существовала во времена Османской империи, и официальные его участники приняли ислам, но все еще оставались приверженцами своей веры и хранителями внутренних тайн. Главным городом организации считался город Салоники, где в 1881 году родился и вырос Ататюрк. Взросленный в армейских структурах Османской империи, Ататюрк изначально выражал свою преданность султану. Он придерживался идеи исламского единства турков, курдов и других мусульманских диаспор в Османской империи. Множество народов и племен выразили свою поддержку Ататюрку, поверив в его идеи о защите религиозной идентичности. Мустафа Кемаль был женат на Латифи-Ушак, но их брак был расторжен 5 августа 1925 года, а причины по сей день сокрыты от общественности. Спустя 25 лет постановление суда заблокировало возможность публикации ее личных дневников и архивов, проливающих свет на подробности их совместной жизни. Фонд турецкой истории хранит эти данные с 1975 года. По заключению суда семья Латифе потребовала сохранения статуса архивов. Ататюрк не только упразднил халифат, но и изгнал халифа и его семью за пределы государства. Во времена Османской империи закон был основан на том, что официальной религией был ислам. Мустафа Кемаль лишил ислам какого-либо государственного статуса, заменив законодательную систему на модель западного образца на примерах Конституции Италии и Швейцарии. Он также запретил должность шейху-лислам, кто также являлся верховным муфтием, отменил исламскую систему наследования и упразднил практику никах, более того, исключив необходимость периода после развода для повторного бракозаключения. Ношение хиджаба стало противозаконным. До прихода Ататюрка государственные клятвы произносились во имя Аллаха. Он же полностью изменил их. Таким образом, что каждый госслужащий произносил клятвы во имя Турции и его лично. И даже сегодня всё остаётся так же, без изменений. Он запретил использование арабского языка во время пятничной молитвы и ураза-байрам. Слова шагады были стёрты с флагов и военных знамён, а имамы, ранее подбадривающие солдат, были отстранены от подобной деятельности. Исламские учебные заведения были закрыты для того, чтобы не дать людям возможность получать религиозное образование. Были запрещены уроки по чтению Корана и чтение Корана на арабском языке. Людям приходилось уединяться в отдалённых местах и в горах, чтобы продолжать обучение. Сразу же после упразднения халифата режимом был создан подконтрольный правительству религиозный институт Дианет. Во времена Османской империи мечети были украшены каллиграфией с упоминанием Всевышнего и его посланника Мухаммада, алейхиссалатуассалям. Огромное количество из них было стёрто и удалено со стен. За исключением, например, тех, что находились внутри Айасофии, так как по одной из версий их просто не смогли вынести главные двери. Исторические памятники с имеющимися на них цитатах из Корана были уничтожены. Ататюрк заменил османский алфавит, основанный на арабской письменности, на латиницу. Азан с минаретов мечетей произносился на турецком языке на протяжении 18 лет. Слово «Аллах» было заменено на «тенри», происходящее от древнетюркского доисламского периода. Продажа и распространение религиозной литературы преследовалось по закону. Как мы видим, это были времена, когда Турция переживала тяжёлый период. Город Стамбул под натиском преступных риторик потерял былой блеск, а страна была ввергнута в пучину деградации на всех уровнях – от духовного до экономического развития. Турция сегодня – это уже совсем другая история. И будто бы не видны шрамы тяжёлых времён прошлого, вся страна в целом переживает один из крупнейших в своей истории строительных бумов. Здесь сосредоточены многомиллиардные инвестиции, обусловленные гибкой политикой в отношении иностранных инвестиций. Идеальные условия для приобретения недвижимости. Команда профессионалов «Ансар Лайф» обладает обширной базой проектов и многолетним опытом работы в сфере рынка недвижимости и оформления документов. Дом на морском берегу, семейный ужин с видом на Босфор и закат и подгул кораблей – возможно, ваш самый обычный день в ближайшем будущем. «Ансар Лайф». Мы поможем. Когда Мехмед II Фатих завоевал Константинополь и сделал Айасофию мечетью, он произнёс следующее. «Пусть падёт проклятие Аллаха, всех ангелов, пророков и верующих на того, кто сделает из этого храма что-либо кроме мечети». Режим Ататурка сделал из Айасофии музей и запретил в ней совершение намаза. Таким оставался статус мечети вплоть до событий 2020 года, когда храму снова вернули статус мечети, возобновив все обряды поклонения. Многие мечети были превращены в военные бараки, конюшни, казармы и даже заведения развлекательного характера. Было запрещено ношение фесок – традиционного головного убора мужчин османского периода, а на замену была насильственно введена мода на ношение шляп и костюмов западного образца. Многие религиозные лидеры были казнены за отказ в ношении одежды западного образца. Но были и те, кто оказывал сопротивление, например, шейх Саид, религиозный деятель из восточных провинций. Он обратился ко всем мусульманам в империи с призывом оказать сопротивление режиму кемалистов и восстановить халифат. Он и его единомышленники отважно сражались на своем пути, вплоть до самого момента, пока они не были предательски схвачены и повешены. А в итоге во время репрессий было убито около 20 тысяч человек, включая мирное население. В газетах и других средствах массовой информации исламские ученые и проповедники представлялись в унизительных карикатурах, предавая им облик неких злодеев. Шестой премьер-министр Турции Щукрю Сарачоглу сказал, «Религия – это яд, и нам потребуется 30 лет, чтобы удалить его из сознания людей». Они призывали к сожжению всей религиозной литературы. Даже хач и умра были запрещены на определенный период. Хималийский режим дал добро на браке мусульманок с немусульманами. Критика и хула ислама приветствовалась в школах. Режим представлял ата-турка, астокфирлла, как лучшую альтернативу пророку Мухаммаду, алейхиссалату ассалям. Газетам было позволено оскорблять пророка саллиллаху алейхиссалям и дискредитировать ислам. Люди настолько усердствовали на возвеличивание личности ата-турка, что практически молились ему. А он сам утверждал, что астокфирллах, Коран – это плод фантазии Мухаммада, алейхиссалату ассалям. Астокфирллах, астокфирллах, астокфирллах. Химализм был крепко закреплен в умах граждан, как единственный путь, которому должно следовать. В школах было обязательно произнесение клятвы «немутлю туркмдиене», то есть «как счастлив тот, кто говорит, что он турок». Режим насильственно ассимилировал все диаспоры. Было уголовно наказуемо говорить на родных языках, кроме турецкого, наказанием вплоть до тюремного заключения. Российские наклонности некоторых партийцев привели к тому, что однажды было проведено мероприятие, на котором были измерены останки черепов 66 тысяч людей, чтобы сравнить их с живущими и подтвердить их принадлежность титульной нации. Кималихский режим официально запустил производство героина и пива, а также легализовал производство свинины. Реклама была агрессивно направлена на то, чтобы внедрять в сознание людей пристрастие к алкоголю. Выходной день был перенесен с пятницы на воскресенье. Исламские ежегодные праздники, такие как Куразабайрам, были отменены и заменены на традиционно западные и христианские праздники. Календарь по хиджри был заменен на григорианский календарь. Политика кемализма насаждала культуру ношения открытой одежды, коротких юбок и так далее среди женщин и обтягивающей одежды среди мужчин. Приветствовалось совместное купание мужчин и женщин, а сам Ататюрк не раз служил тому примером и был запечатлен в таком виде на фотографиях. Дочь Мустафы Кемаля Сабиха Гёгчен, именем которой назван аэропорт в Стамбуле, была одной из первых женщин-лётчиков в составе военной авиации. Она отличалась особыми заслугами в бомбардировке мирного населения провинции Дельсим. В одном из интервью она сказала, «Я не видела среди них людей. Они не люди, они животные». В одном из своих официальных выступлений президент Реджеп Тайпердаган принёс свои искренние извинения за события Дельсимской резни, назвав это одним из самых трагичных событий. Таким образом, мы видим, что многие внутренние конфликты в государстве были вызваны жестокой политикой режима кемалистов, яростно усердствующих на своём пути лжи, керании и обмана. Восстание и попытки вернуть халифат – не случайное стечение обстоятельств. Султан Мехмед VI Вахидиддин стоял за восстанием шейха Саида, в чём и был неоднократно обвинён со стороны кемалистов. Существует доказательство, что именно султан сделал ставку на ещё молодого командующего Мустафа Кемаля и буквально спонсировал освободительную войну. Но, к сожалению, по итогу их пути разошлись. Это был человек незаурядного ума, стратег, с которым несправедливо обошлись карманные историки и популисты. Когда-нибудь и его история будет рассказана. Мы видим, как они не терпели малейшего несогласия с принятием их идеологии, их попытки стереть ислам из сознания людей. Многие историки подтверждают присутствие эффекта снежного кома, так как тирания в Турции послужила примером для других врагов ислама по всему миру. В действительности падение последнего халифата и приход такого человека к власти стал началом духовной, нравственной и культурной катастрофы. Пожар, который перекинулся на все соседние дома, следы которого видны по сей день. Субтитры создавал DimaTorzok